Вам просто кажется, что если я Плееву, то я Плееву, как родственнику, песни пою. Но я говорю, это, во-первых, не так, а во-вторых, надо прочесть мемуары всех наших военачальников. И кроме гречка не было ни одного, который бы не употребил фразу. Другого такого генерала Великая Отечественная война не дала. Там четыре подвига его гражданских, жизненных и как угодно. Все вы слышали о новочеркасских событиях. И вы все знаете, что мы все мыслим штампами. Раз это Солженицын, значит, это истина в последней инстанции. Из уст Солженицына по всей России и по всему миру пошла волна. Кровавый генерал Плеев шашками своих казаков залил кровью улицы Новочеркасска. А было совершенно наоборот. Плеев сам прошел все родов войск и у всех изъял патроны и снаряды. Стреляли КГБшники по прямому указанию Хрущева. Это первое. Второе. Вы, наверное, помните, что Вторая мировая война закончилась с Японией. Квантунская ударная армия Японии, которая ждала приказа занять Пекин, и Китая больше нет. И вот туда, опять-таки, Министерство обороны смогли послать только Плеева. Он же до войны послан был туда на несколько лет, готовить монгольскую кавалерию. И монголы его полюбили так, что не думайте, что это сплетни. Я сам лично был свидетелем. В день его похорон они еще просили отдать останки Плеева, и они его должны были захоронить вместе с Юмжагином, с Эденбалом. Валзолею. Да. Так вот, через Гоби и Хинган никогда никакая техника не только не прошла, но никто даже не додумался попытаться это сделать. А Плеев сделал. И так неожиданно оказался в главном укрепленном пункте Квантунской армии в городе Жехе, что те просто опешили и не знали, что делать. Он буквально психологически их подавил настолько, что экипажем одного Виллиса, знаешь, что такое Виллис? Он, его, как он называется, ординарием цели, и два автоматчика въехали в крепость, где под землей над ними потолок 9-ти метровой толщины железа питона. Никакая бомба того времени его пробить не могла при прямом попадании. Там было 10 тысяч самураев, смертников, которые должны были кончить жизнь, разрезав собственный живот и маленьким ножиком последнюю кишку отрезать. Вот таких 10 тысяч он заставил сдать оружие. Долго поверить не могли. По 10-20 раз просили повторить. Карибский кризис. До Карибского кризиса была ссора. Хрущев, как патриот желудка, любил хотя бы в месяц один раз, прилететь к Шолохову и на рыбалку там, на шашлыки и так далее. И вот очередной раз он, не сообщив даже Плиеву, а он его встречал и вез в Вешенскую к нему. Плиев распластался на столе и на большой карте переставляет флажки. Хрущев ногой дверь и говорит, ты что, ненормальный, тут дышать нечем, что ты в выходной день здесь паришься? Тот держит флажок, смотрит на него, говорит, ты мог позвонить? У меня же сейчас в зоопарке самые крупные военные учения из Северо-Кавказского военного округа. Не вовремя. Нет, нет, нет. Я обратно не поеду. Подошел, взял за локоть и поболок за собой. Приехали. А вот то, что Султан Кобовов меня пытался убедить в том, что я неправду говорю, я говорю, хорошо. Черчесов разговаривал с Сатюковым, тогдашним редактором газеты «Правда». И их было четверо. Плиев, Хрущев, Шолохов, Сатюков. Сидят. У Плиева очередные почечные колики. Он не пьет, не ест и так далее, и так далее. И вот за время, пока они сидели, трижды ординариц входил и с полдороги Хрущев его «Иди вон отсюда, нам сегодня некогда, все». А в четвертый раз первый зам Плиева, начальник штаба, сказал ординарцу «Передайте, или он отменяет учение, или я с себя снимаю всю ответственность». Он тем голосом говорит, «Неужели ты еще не понял, сегодня здесь командует вот он?» И обеими руками показывает на Хрущева. Тот, конечно, не ожидал такого. Встал там, скатерть, стул повалил. Пошел, сел в чайку и уехал. И тут Шолохов говорит, Иса, ну ты же знаешь, он не вменяет. Зачем ты его задевал? Ну, тут говорит, ну, просто не в Магату уже было. И Хрущев с этого дня решил, что он его должен ликвидировать. И когда встал вопрос, кого посылать на Кубу, ЦК трижды, трех кандидатур, всех трех, отвергал Хрущев. Плиев, только Плиев. А ведь Плиев не ракетчик, не летчик, не подводник, кавалерист. Меньше всего там было дело Плиеву. Но в конце, когда я скажу, сколько прошло времени, ответ на телеграмму, что срочно Плиева нужно санавиации доставить Трусковец в почечный санаторий. Здесь он в любой день окажется неспособным сопротивляться этому заболеванию. Вот на эту телеграмму Ночмеда 42 тысяч наших войн Хрущев ответил, как вы думаете, через сколько? Телеграмма была такая. Одна почка не работает совсем, другая наполовину. в полевых условиях оперировать невозможно. Коллега, ты-то смелый. Через сколько Хрущев ответил? Через неделю. Через неделю. Через неделю. Через неделю. Кто больше? Две. Кто больше? Через месяц. Через пять с половиной месяцев. Этого вам достаточно? И при том уже кризис миновал. ему в полевых условиях удалили одну почку и залатали вторую. вот в такой стране мы с вами живем. И если бы не вот это, очень может быть плив и сегодня был еще живой. кстати вы помните о первом генерале в Ласове, который изменил родину. Вот это было тоже разоблачено из соплива.